Прорыв канализации на Толстого 43А произошел еще в прошлом году, но его последствия до сих пор беспокоят жителей дома. Больше всего пострадала детская площадка. Если проезжую часть оперативно расчистили, то пространство для детей до сих пор покрыто желтоватым льдом. С самого начала заселения этого дома, это с 2002 года. И проблема эта вот как раз с тех времен, когда мы еще только сюда заехали. Мои дети еще были маленькие, мы играли на этой площадке. И с самого начала обнаружилось, что вот такая у нас тут открываются вот эти потоки. Причем они зловонные. Это не просто вода течет, это ведь течет канализация. ТСЖ «Союз», который управляет домом, постоянно на связи с Примводоканалом, который отвечает за состояние канализации. Даже завели папку, в которой собраны обращения с просьбами устранить последствия прорывов и проверить состояние сетей. Мы звоним в диспетчерскую, пишем периодически письма. Они приезжают, засор убирают, но как-то так устроена эта система, что нас все равно заливает. Мы неоднократно просили провести какую-то экспертизу, чтобы понять, может быть, там какой-то дефект скрытый при строительстве этих сетей. В ответных письмах жильцам специалисты с Примводоканала пишут, что с сетями все в порядке. Проблема именно в засоре. Периодически там прочищают пробки и вытаскивают очень много предметов личной гигиены, из-за которых забивается канализация. Устранить засор не удалось в связи с запаркованностью. На следующий день, 30 декабря, специалисты горканализации устранили засор. Причиной засора была влажные салфетки, остатки еды, предметы личной гигиены, которые создали пробку в сетях, впоследствии чего произошел разлив нечистот. История с прорывом канализации для жильцов дома на Толстого еще не окончена. В случае повторных ЧП они собираются звонить в городские службы, писать в администрацию города Владивостока и санэпидемстанцию. Диана Иванова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.